Если вам нужны консультации и инвестиции для канала, вы в правильном месте и смотрите правильное видео. Итак, где же искать инвестора для своего ютуб-канала? Это классный вопрос, и я сам задавался этим вопросом несколько раз. А потом, спустя какое-то время я понял, что люди, которые готовы инвестировать в каналы, они приходят сами. Почему? Потому что у этих людей, у больших людей, у них есть специальные агенты. Эти агенты нанимают таких, как я, и делают аудиты этих каналов, делают перспективы роста, то есть они нанимают других людей, консультантов, которые рассказывают этим консультантам, насколько перспективен тот или иной канал, какие у него есть ошибки, какие есть способы монетизации этого канала. Какой автор ищет ошибки, для чего? Отчасти для того, чтобы опустить автора по цене, и отчасти для того, чтобы создать картину мира для инвестора. Если вы думаете, что вот такие сидят инвесторы, такие пузатенькие, в пиджачках, в галстуках, в своих там Бентли и Бравусах, и мониторят Ютуб, и такие «О, это же Маша! Шедевр! Верю, верю, у Маши все получится!» Ну, вовсе не так. Я даже скажу больше, они в Ютуб заходят, наверное, по субботам с детьми смотреть мультики, и ваши каналы не видят. Для инвестора Ютуб-канал – это, прежде всего, способ приумножить свои деньги. Не ваши деньги, а свои деньги при помощи вас. И консультанты, которые работают на этих самых инвесторов, они создают им портфели, допустим, куда можно инвестировать и куда нежелательно. И вот там нет такого слова «сюда нельзя». Они не захламляют голову, шикарную голову человека, который уже чего-то добился. Поэтому, когда вы считаете, либо там вам кто-то обещает, что найдет вам инвестора или там станет вашим инвестором, поверьте, вот на моем личном опыте, когда у вас будет перспективный канал, когда у вас консультанты заметят перспективную личность, которую можно поймать на ранней стадии, пока вы еще не зазвездели. То есть, ну, чтобы вам было проще, совсем-совсем проще. Все знают Гудкова из КВН, ну, многие знают, да, там, вот такой, там, Гудков, классный парень, с города-героя Ступино. И мало кто знает, что этот шедевральный человек, который, там, сначала у него была вместе с сестрой, он сделал команду, там, Федор Двинятин назвал ее, потом они… И у него только спустя восемь лет, восемь лет, у него стало получаться, его начали узнавать, потому что он перешел на большой экран, то есть он перешел в КВН, в высшую лигу. Восемь лет этот человек играл в КВН, там, Ступино, какие-то делал, там, сценки, туда-сюда. И вот инвесторы ищут не Гудкова, который сейчас зарабатывает своим лицом миллионы долларов, и который сейчас по рейтингу Форбс шоу-бизнеса занимает первую строчку. Они ищут того, кто в самом начале организовывает вместе с сестрой, этот самый, группу эту для КВН, делает сценки. Почему? Потому что в этом случае с ними можно договориться на очень шикарных условиях. Представьте, то есть, вот мало же кто знает, очень много таких моментов, которые есть, которые работают, да, вот до сих пор. Тот же самый, к примеру, если вот парням будет, наверное, интересно, если брать совсем-совсем хорошие такие живые примеры. Ну, кто у нас совсем живые примеры? Нурмагомедов, вот этот боец UFC, номер один сейчас, да, по рейтингу UFC. Мало кто знает, что у него была подписка с другим клубом, и по ней он не мог выезжать за пределы России без разрешения этого клуба. И великолепный боец UFC через Минск летал в Нью-Йорк, там, в Арабские Эмираты для того, чтобы сражаться. Почему? Потому что вовремя. Вот инвесторы, это те же самые люди, которые хотят заработать. И их агенты, они, чтобы вы понимали, их агенты, они выбирают перспективных, потому что с вами в самом начале можно договориться на очень выгодных не для вас, а для инвестора условиях. И если вы думаете и живете в мечтах, что вы отдадите на начальной стадии десять процентов или пять, или шесть, там, да, или мы договоримся полюбовно на двенадцать, то на моей практике, на моей практике, в шести делках, в которых я участвовал, цифры были другие. Они были от шестидесяти процентов. Вы отдаете за что-то, за деньги, за компетенции, за советы, за то, что вас просто поднимут. Теперь внимание, здесь очень важное слово не до, а от. От шестидесяти процентов. И еще один совет. Многие бегают с идеей и думают, что они под эту идею найдут инвестора. Хочу вас, друзья мои, разочаровать. Инвесторы не покупают идеи. Инвесторы покупают команды, которые уже реализуют эти идеи и эта идея доказала свою жизнеспособность. То есть она уже приносит деньги. Еще раз, если у вас есть идея, то бегать с этой идеей, по рынку и предлагать искать инвесторов, которые будут инвестировать туда, это бесполезная трата времени. Выкиньте это вообще из головы. Если у вас есть идея, есть канал, но нет монетизации этого канала, вы даже не понимаете, и у вас нет там сто, двести, триста, пятьсот, тысяча долларов в месяц заработка с канала, тоже никто не будет даже рассматривать это. Потому что это называется плод ваших больных фантазий. То есть доказательство для инвестора – деньги. Доказательство для человека, который работает с деньгами – это деньги. Если ваша идея хороша, то почему она до сих пор не зарабатывает? Понятно. Вывод, резюмируя. Отвечая вам на вопрос, где искать инвестора для канала, ответ прямой, честный и открытый. Делайте канал. Делайте успешный канал и консультанты, представители этого инвестора придут к вам. Они придут к вам в самых, как это называется, неудобных вариантов. Они будут представляться, что, типа, здравствуйте, я инвестор и хочу дать вам денег в ваш канал. Они зайдут сдалека. Они предложат вам купить рекламу на вашем канале, узнают, есть ли у вас отдел продаж, узнают, какие ваши показатели вашего канала, потому что таким способом они смогут порыться внутрянки. Они наймут таких, как я, которые помогут им проанализировать, чем дышит ваш канал, что вы за автор, какое видео вы используете, какие есть перспективы. Поэтому, если вы хотите ускорить, скажем так, становление своего канала и еще лучше запаковать его для потенциального инвестора, то проще всего заниматься презентацией канала. Но презентация канала должна идти вместе с монетизацией. Аксиома проста, если на вашем канале, если ваш канал не зарабатывает деньги, то это не канал, а ваша фантазия. Но в этом есть и положительные и отрицательные. То есть вы ставите себе еще одну дополнительную метку, вы ставите себе еще одну дополнительную цель, это сделать ваш канал интересным для инвестора. А он будет только интересным для инвестора в одном случае, если он будет зарабатывать. Но и даже без инвестора вы же хотите, чтобы ваш канал зарабатывал. Поэтому, друзья, если хотите более подробную консультацию, если вы считаете, что ваш канал достоин уже и готов к поиску инвестора, заполните форму под этим видео, под максимально подробно. И если наша группа посчитает, что вы, как автор, ваш канал достоин внимания наших знакомых, наших людей, которые обращаются к нам за поиском перспективных авторов, то мы обязательно ваш канал покажем. Но это не гарантия от слова вообще. То есть вы там послали и не надо писать двадцать раз там, типа, ну что там, ну что там, ну что там, ничего там. Да? То есть вся эта история именно про то, что это действо, друзья мои, для тех, кто действительно хочет развиваться, масштабироваться и зарабатывать на канале. Пара-бара-бам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok